Девушки отдыхают Все понимают, что не нужно пить кофе перед сном. Но это банально. Что еще не нужно есть вечером, сейчас узнаем. Юлия Чихонина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Юль, привет! Привет! Мне лично мешает уснуть тот факт, что я не поела. А оказывается, есть продукты, которые мешают мне уснуть. Что это за продукты? Вот, например, если мы наедимся на ночь чего-то мясного, жирного, очень плотно, то это может помешать нам заснуть. Вот этот милый цыпленочек табака помешает мне заснуть? Вот этот цыпленочек, если бы он был приготовлен на пару или, например, потушен, то, в принципе, это относительно легкая пища для нашего желудка. Но если мы его пожарим, да еще и будем есть вместе с кожицей, то у нас шансы заснуть быстро очень сокращаются. Но по большей степени нарушения сна происходят после красного мяса, потому что в нем больше соединительной ткани, и она хуже переваривается, требует большего времени для переваривания и отнимает достаточное количество энергии и сил. Так, а что тогда можно есть на ночь? Красное мясо мы не едим. Ни колбасы, ни фарша, никакого красного мяса. Желательно не есть его на ночь. Но если очень хочется, лучше отдать предпочтение рыбе, ну или мясу птицы. Поскольку в них меньше таких твердых компонентов, как соединительно-тканные волокна, они не создают такую нагрузку на систему пищеварения. И все же лучше соблюдать еще одно правило, все-таки чтобы последний прием пищи был не менее чем за три часа до сна. Филе индейки. Отлично подойдет. Что еще помешает нам уснуть, Юль? Как ни странно, некоторые виды плодов, некоторые овощи и фрукты могут нам помешать уснуть. Если мы захотим, например, какой-то салат из капусты, например, то заснуть может не получиться, потому что капуста, как и все крестоцветные, богата серосодержащими соединениями. А они вызывают повышенное газообразование, вздутие, болезненное распирание, что никак не способствует хорошему сну. То есть капусту не берем? Капусту не берем. Если я захочу салат, то лучше съесть его из огурцов и помидоров. Да. Классика. Или съесть один огурец, или один помидор. Или, например, что касается яблок или винограда, они тоже, к сожалению, могут спровоцировать повышенное газообразование и вздутие. Так, хорошо. Что еще может помешать нам уснуть? А вот еще один очень интересный овощ – это перец, жгучий перец. Казалось бы, низкокалорийный, много его не съешь. И тем не менее, крайне нежелательно на ночь его употреблять и блюдо, в которое он добавлен. А почему? А говорят, вот смотри, если съешь острый перец, то обмен веществ становится ускоренный. Ты во сне худеешь – это легенда. К сожалению, гораздо меньше шансов у нас похудеть во сне. И шансы уменьшаются получить здоровый полноценный сон, если мы съедим на ночь что-то острое с перцем. Потому что он не так влияет на обмен веществ, сколько на пищеварение. С одной стороны, он стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, повышает аппетит, то есть может вообще и чувство голода посреди ночи спровоцировать. Так что вот это ожидаемое ускорение веществ будет… Скорее всего, сыграет наоборот. Вот. И еще один негативный момент. Вот это жгучее вещество – капсаицин. Оно, к сожалению, способно активировать нашу пищеварительную систему. И если мы на ночь наедимся чего-то вкусного и острого, и пойдем и ляжем в горизонтальное положение, в кровать, то через какое-то время, буквально через несколько минут, можем почувствовать неприятные ощущения, связанные с запросом содержимого желудка в пищевод. А это сопровождается изжогой. Так, то есть этот перчик мы оставим. Мы все-таки не берем. Следующий – продукт-провокатор. Вот тоже продукт-провокатор, от которого никак этого не ожидаешь. Очень многие из нас любят вечером перед сном позволить себе чашечку успокаивающего чая. Да, это я пью мятный. Но очень часто травяные чаи, особенно если там сбор трав, обладают мочегонным эффектом. То есть, с одной стороны, они, конечно, нас успокаивают, но как только мы засыпаем, у нас будет его мочегонный эффект. Следующий продукт – это тот, который мы очень часто любим использовать для бутербродов, в том числе и перед сном, когда вдруг заметили, что хотелось бы чего-то перекусить. Сырок? Именно, да, сыр. Причем любой сыр, особенно с плесенью. Дело в том, что любой сыр – это ферментированный продукт. А все ферментированные продукты отличаются достаточно высоким содержанием аминокислоты тирамина. А эта коварная аминокислота, с одной стороны, она, конечно, полезна, но, с другой стороны, она обладает сосудосуживающим эффектом, что может способствовать повышению артериального давления, а это помешает заснуть. И она влияет на торможение и возбуждение нашей нервной системы, что тоже может нарушать сон. Именно поэтому сыры, особенно сыры с плесенью, рекомендуют ограничить людям, которые страдают мигренями, потому что у них повышенная чувствительность к тирамину. Но даже тем, кто мигренью не страдает, лучше помнить о том, что сыр – это один из продуктов, который на ночь лучше не есть. Юль, спасибо тебе большое. Спасибо. И будьте здоровы. Ешьте правильные продукты вечером, и тогда ваш сон будет суперкрепким. Будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok